Здравствуйте! Вы смотрите канал компании Фотопроцентр. И сегодня мы с вами рассмотрим кольцевой осветитель от компании Falcon Eyes DVR-240D. Данный светодиодный прибор предназначен для макросъемок, медицинских съемок и для портретных съемок. Он имеет малый вес, менее килограмма, и мощность порядка 15 ватт. Я немного подготовился к съемке, поставил акустическую панель, которая будет у нас как черный флаг работать. Взял мячик для гольфа, установил камеру на кронштейн данного прибора. И хочу сделать пару снимков для того, чтобы продемонстрировать работу прибора. Приступим! Свет, пожалуйста. Активируем прибор. Я буду снимать с рук, но можно и со штатива. Параметры, которые выставлены на камере, это ISO 200, диафрагма 6.3 и выдержка 160. И сделаем пару кадров. И поближе вот так вот. А теперь рассмотрим комплектацию прибора. В нее входит блок для батарей, в который вы можете поместить 12 батареек типа 2А. А также вы можете переключить напряжение и питание. И здесь есть вот такая клипса для ремня, для того, чтобы носить его с собой. Шнур от батарейного блока до самого светильника. Адаптер питания от сети вместе с кабелем. Конверсионный фильтр оранжевого цвета. И жесткая сумка, в которой имеются передвижные стенки. И вы можете расположить эти стенки, как вам будет удобно. Также в комплект включен кронштейн, который необходим для установки данного прибора на штатив. Либо же на стойку. А также соединение его с камерой за счет вот такого вот винтового соединения. С диаметром 1,4 дюйма. Вы можете отрегулировать кронштейн, точнее высоту данного прибора относительно кронштейна при помощи двух винтов. В зависимости от того, какая у вас камера. От ее габаритов, скажем так. Также здесь имеется интерфейс, очень простой. Рычаг включения и диммер. А в нижней части кронштейна расположены два отверстия под резьбовые соединения 3,8 и 1,4 дюйма. В передней части кронштейна располагаются два таких вот винта, которые отвечают за фиксацию прибора на кронштейне. Также, если их снять, вот здесь вот находится резьбовое соединение 3,8 дюйма, которое необходимо для фиксации прибора на штативах, либо на стойках без помощи кронштейна. А здесь располагается гнездо для питания. Для того, чтобы заменить рассеивающий фильтр, установленный по умолчанию на корректирующий температурный, вам необходимо отвинтить три винта обычной крестовой отверткой и привинтить уже оранжевый фильтр. Данный прибор легкий и очень мобильный, а также он очень прост в управлении и с ним справится практически каждый. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!